Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И начинаем выпуск с погоды. Субтитры предоставил DimaTorzok Сегодня без осадков. Ветер юго-восточный. 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 14. Температура ночью 10-12. А днем 23-25 градусов тепла. Заканчивается сентябрь, который радует нас летней погодой и ярким солнышком. Но вирусные инфекции, к сожалению, никто не отменял. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при сезонных вирусных инфекциях? И как укрепить иммунитет? На эти и другие актуальные вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джозаевой расскажет главный врач Республиканского центра медицинской профилактики Энвер Байчоров. Доброе утро всем. Доброе утро, Энвер Мусавирович. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Конечно, как у специалиста, я не могу у вас не спросить. Вот осень, зима – это период распространения вирусных инфекций, заболеваний. Не лишним будет, наверное, все-таки напомнить о мерах предосторожности. Какие меры предосторожности надо соблюдать? Ну, весь мир, да и наша страна уже более полугода живем все в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Эта коронавирусная инфекция, она тоже является вирусной инфекцией, поэтому меры предосторожности мы все уже знаем. Это обычное хождение в масках, хождение в перчатках, потом без необходимости не подсещать массовые скопления людей, там, где у нас места массового скопления людей. То есть все это тоже самое распространяется и на сезонные острореспираторные вирусные инфекции, и на сезонный грипп. К сожалению, наличие коронавирусной инфекции не снимает проблемы сезонных острых респираторных вирусных инфекций. Они существуют, и, как вы уже сказали, наступает осенне-зимний период, это период расцвета всех острых респираторных вирусных инфекций. И самое главное, что я хочу сказать, меры профилактики, это вакцина-профилактика. Вакцина от гриппа существует уже очень много лет и показали свою эффективность, поэтому я призываю население к обязательной вакцины-профилактике от гриппа. Конечно, есть медицинские противопоказания, которые определит врач, а всем остальным, те, кто по состоянию здоровья могут это сделать, обязательно не надо привиться от гриппа. Потому что возможно такое сочетание, что остро-респираторная вирусная инфекция или грипп может сочетаться с коронавирусной инфекцией, что очень осложняет течение заболевания и осложняет состояние больного. Лично ваш центр, вот людям во время пандемии, чем может помочь? Мы занимаемся такими профилактическими мероприятиями. У нас очень много встреч с населением, лекции, выступления вот сейчас на телевидении, на радио. То есть мы пытаемся объяснить людям, как себя вести и как уберечь себя, своих родных и близких от этой коронавирусной инфекции. Кроме этого, мы занимаемся сбором анализов на новую коронавирусную инфекцию, сбором биоматериала определенной категории социальных работников, определенной категории граждан. Также выезжаем в районы, в учреждения, где также проводим лекции, проводим забор анализов. Ну что же, я благодарю вас за полную информацию, здоровья и спасибо, что сегодня утром были гостем нашей программы. Спасибо вам. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Субтитры создавал DimaTorzok Лови. 91,2. Наша волна.